В древности путешествовали и греки, и скифы, и сарматы, и в дальнейшем полосы, и теченеги на этой территории обитали. Вот мы представили все эти народы в мультимедийном формате, но только одному из этих народов было суждено в итоге поселиться на этих территориях навсегда. Это мы, славяне, русские. Исторический парк «Россия. Моя история» на ВДНХ. Здесь открылась новая мультимедийная выставка «Русский Азов». Приазовские степи на протяжении тысячелетий являлись центром и перекрестком цивилизации. Освоение России, этого края при Азове, это долгие-долгие годы ожесточенной борьбы и усердного труда многих поколений наших с вами предков. На экспозиции впервые комплексно рассказано и показана история побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Выставка разделена на пять тематических блоков – от быта кочевых племен при Азове до истории освоения России этого южного края. Украинская неонацистская пропаганда, достигшая своего пика после кровавого государственного переворота в Киеве в 2014 году, в буквальном смысле втоктало в грязь даже само слово «Азов», обозначив им преступную группу головорезов, которые в буквальном смысле устроили террор по отношению к мирному населению Донбасса. Но уже первые месяцы специальной военной операции, освободительной операции, расставили все на свои места. И националистский батальон «Азов» был большей частью разгромлен. И само слово «Азов» обрело свое исконное историческое понимание и наполнение. Это русский «Азов». Проект реализован Российским историческим обществом совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В создании экспозиции принимали участие многие музеи Крыма, Запорожской и Ростовской областей. На один из основных вкладов внес музей города, который так и называется – «Азов». Это замечательный город, город-спутник Ростова-на-Дону. В нем живет порядка 80 тысяч человек. И когда бандиты украли у нас это слово, а у них, получается, попытались украсть название города, тогда жители Азова и начали бить тревогу. И эта идея проведения этой выставки родилась как раз именно в Азове, именно в Азовском краеведческом музее. История в буквальном смысле слова оживает на выставке благодаря экранам, сенсорным планшетам, проекциям и уникальным 3D-моделям. Эта выставка открывается, мне кажется, очень своевременно, поскольку на прошлой неделе мы отметили очень важное событие, юбилей акта указа Екатерины II о принятии под российскую державу Крыма, Тамани и Кубани. Исполнилось 240 лет с момента подписания ей этого указа. Императрица рассматривала все эти новые южные владения России как новую Россию. Среди оцифрованных материалов, представленных на выставке, есть и картины из спасенной коллекции, разбомбленного украинскими неонацистами Краеведческого музея Мариуполя. Регион не изученный раньше, потому что как-то немножко выпал из-за боймы российской истории. Тем не менее, сейчас идет возвращение к истокам, возвращение к истории. И сейчас молодежь с удовольствием узнает, что да, у нас теперь есть такой замечательный регион, который на 70 лет у нас забрали, а теперь это действительно исконные русские территории. Мало того, цель этой выставки еще была показать, что это специальная военная операция, сейчас проходит для того, чтобы освободить этот исконный русский регион от украинских нацистов. На выставке также представлены отдельные оцифрованные предметы, важные в контексте истории Приазовья. Археологические находки, работы выдающихся художников и исторические фотографии. Мало людей, кто действительно знает историю этой земли, историю людей, которые ее населяли на протяжении веков. Тем более, что, особенно начиная с 2014 года, эта история агрессивно переписывалась на территории когда-то дружественного с нами государства. В этом году одноименные выставки откроются на базе региональных парков «Россия. Моя история» в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Волгограде и Краснодаре. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова